На этой экспериментальной ферме робот измеряет выбросы оксида азота, газа, который чрезвычайно вреден для окружающей среды. Умную машину сконструировали ученые из лаборатории Близ Осло. Задача робота — раскрыть тайны НВАО и подчинить его человеку. Сельхозтерритория остается одним из главных источников поставки в атмосферу оксида азота, который, кстати, известен в медицине как «веселящий газ». Он обладает гораздо более мощным парниковым, то есть согревающим эффектом, чем хорошо известный СО2. Европейские исследователи подсчитали, что в общей структуре выбросов, обеспечивающих парниковый эффект, на оксид азота приходится 10%. Робот должен на практике проверить, верны ли эти расчеты и другие гипотезы. Предположим, мы думаем, что выбросы этого газа в конкретном месте зависят от способа и технологии обработки земли, от состава удобрений. Для подтверждения этого нам нужно провести множество замеров на протяжении всего сезона. По мере того, как меняется технология ухода за грунтом, мы видим, как варьируются и объемы выбросов оксида азота. Мы приближаем камеру вплотную поверхность к земли и в течение трех минут измеряем концентрацию газа внутри. Обычные измерения осуществляются вручную. На это уходит больше времени. Робот позволяет собирать и сохранять все данные автоматически. Наша цель — полностью автоматизировать процесс сбора данных, учитывая, сколько параметров и замеров нам необходимо иметь. Робот способен сканировать участки земли разной структуры, прошедшей разный уровень обработки. Образование оксида азота в почве — естественный процесс, который поддерживают населяющие ее бактерии. Однако активное использование азотных удобрений способствует дополнительной выработке газа. Исследователи стремятся понять, как микроорганизмы в почве способны совершать противоположные действия и выделять, и одновременно поглощать газ. Мы видим, что некоторые бактерии могут только выделять Н2О, а другие обладают способностью его поглощать. Но подавляющее большинство микроорганизмов в почве умеют делать и то, и другое. Цель наших исследований — улучшить на молекулярном и биохимическом уровне понимание того, как происходит процесс образования и поглощения оксида азота. Мы делаем это с тем, чтобы выработать соответствующие стратегии по управлению этим газом. Еще одна задача этой команды специалистов — научиться стимулировать бактерии к выработке фермента, способного активизировать разрушение оксида азота. Это очень специфический белок, собственно, единственный известный на сегодня, который способен уничтожать оксид азота. Как видите в его центре, атомы меди, именно они необходимы для выполнения функций по уничтожению Н2О. Нам важно исследовать биохимию процесса. Как бактерии вырабатывают этот белок? За последние десятилетия уровень выбросов Н2О значительно возрос. Использование и состав удобрения играют важную роль. Не меньшую, а особенности грунта и способы ухода за ним. Вероятно, мы сможем повысить эффективность удобрений, еще нам следует оптимизировать контроль и уход за сельхозугодиями. Речь идет, к примеру, о лучшей аэрации почвы, верном дозировании питательных веществ. Мы обнаружили еще один секрет. Оказывается, повышение кислотности низкокислотных почв может значительно снизить уровень выбросов Н2О. Микробиология, биохимия, робототехника. На стыке этих дисциплин ученые надеются найти решение, которое позволит снизить нагрузку одного из парниковых газов на окружающую среду. Микробиология, биохимия, 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 биохимии, геохимии, 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 геохимии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова